Приветствую вас, дорогие мои друзья и подписчики. Ну что ж, сколько ниточки не веся, но прогноз на финал супер-серии в Крузервейте пилить все-таки придется. Напомню, в этом финале сойдутся Бредис и Дортикус. В общем, бой такой выдается многострадальным. Почему? Потому что он должен был произойти еще 21 марта. И прогноз на этот бой я пилил на своем старом канале. Вот те подписчики, которые из старого канала сюда перешли, помнят про этот прогноз. Я как-то вот так себе в голове отметил, что прогноз у меня записан. И поэтому чуть не пропустил вот это событие, которое с 21 марта перенесли на 26 сентября. Оно уже через несколько дней произойдет. Этот бой я назову, наверное, все-таки мегафайтом, потому что решается, кто самый сильный боец в Крузервейте. Хотя вот после того, как Александр Русик и Мурат Гасси впадались из Крузеров после прошлой супер-серии в Хэви-Вейт, где, собственно говоря, счастья они так и не нашли. По-моему, Гасси не провел еще ни одного боя, а Усик провел один, но лучше бы он его не проводил. Он поколотил какого-то Уизерспуна. И после того всем было понятно, что во второй супер-серии в Крузерах в финале окажутся два полуфиналиста, скорее всего. Это вот Майрис Бредис и Универ Дортик. Так и произошло, так и случилось. Ну, хочу вообще сказать, что я думаю про супер-серии в боксе. Это очень хорошая, на самом деле, идея, потому что, вот вы знаете, проблема в профессиональном боксе для нас, любителей бокса, что хотелось бы увидеть побольше боев, хотелось бы увидеть бои между собой, как вот встречаются хорошие бойцы, но промоутеры, они видят это все по-другому с точки зрения бизнеса. И часто бывает так, что мы вынуждены смотреть какие-то совсем неинтересные проходные бои, когда встречаются два соперника, очень разных по классу. А вот эти супер-серии, они как раз вот собирают всех самых крутых бойцов весовой категории, ну, почти, не всегда, и выявляют вот самого крутого. Вот Александр Усик, самый крутой, например, Крузер. Все, вопросов никаких нет, он победил в этой супер-серии. Теперь, что касается того, нужно было ли в одной и той же весовой категории проводить подряд сразу две супер-серии, думаю, нет. Вот если первая супер-серия, она была очень крутая, тут спору нет, там, кроме, пожалуй, Димы Кудряшова, состав был очень сильный, не пойму, как Дима Кудряшов там вообще оказался, но, правда, Дортикос это быстренько исправил это недоразумение, поставил на место Диму туда, где ему и нужно находиться, а не в каких-то супер-сериях, где дерутся взрослые дяди крутые. И, в общем, так-то там интрига определенная была. В прошлой супер-серии, я считаю, что финал, он случился в полуфинале, когда сошлись Усик и Брегис. Вот это вот и был, собственно говоря, финал, потому что Дортикос и Гасси, мне кажется, это бойцы немножко, ну, ниже уровня. Ну что ж, перейдем теперь к этому бою непосредственно. Значит, оба бойца выходили в последний раз в ринг 15 июня 2019 года, то есть больше, чем год их не было в ринге. И это очень сильно затрудняет, собственно говоря, прогнозирование, потому что мы не знаем, в каком форме, в каком состоянии сейчас эти бойцы находятся после такого длительного простоя. Ну, простой этот вынужденный. Они тут ни в чем не виноваты, вот в связи с этим карантином все бойцы простаивают очень долго. Ну, начнем, наверное, мы с Брегиса. И мы будем их прям сравнивать. Они почти ровесники. Брегису 35 лет, Дортикосу 34 года. Значит, что касается до антропометрии, то Дортикос тут превосходит Брегиса. У Брегиса рост 186 см, а у Дортикоса 191 см, на 5 см выше. У Брегиса размах рук 190, а вот у Дортикоса аж 203, то есть на целых 13 см размах рук у него больше. Майрис Брегис провел 27 боев, 26 одержал побед, из них 19 нокаутом и имеет одно поражение. Дортикос провел 25 боев, 24 победы, 22 нокаутом, ну, досрочных смысле, и одно поражение. Но какие тут поражения? Если Майрис Брегис проиграл в очень равном бою Александру Усику, абсолютному чемпиону, то Дортикос проиграл досрочно, очень обидно, уже в последнем раунде. Ну, как по мне, не самому сильному крузеру Гассио, да. То есть этот проигрыш был очень, скажем, тяжелый, очень тяжелый физически и морально. Если до этого Дортикос был весьма таким крутым бойцом, он считал себя там непобедимым, все говорили, что это такой Дионте Уайлдер Крузервейди, то после вот этого фиаско, конечно, он сильно, ну, скажем так, стал попроще намного, это было видно. Если раньше он выходил такой самоуверенный, там, пальцы веером, все, то после того, вот, уже он стал таким скромняшкой вообще, няшкой-скромняшкой. Последние бои свои проводили они, вот Брегис сразился против Гловацки, это тоже довольно интересный был бой, скандальный бой. Судья, вот действительно судью намыло, следовало бы отправить этого боя, я считаю, потому что так судить, блин, нельзя однозначно. Но, с другой стороны, я не люблю Гловацки, это такой наглый, грязный боец, он любит бить по затылку, и тут его, конечно, Брегис наказал, но я и Брегиса тут не приветствую. А Дортикос провел бой против Тобити, и, как мне кажется, он даже Тобити по ходу боя там и проигрывал, его спас, в общем, сильный удар. Брегис, это мой любимый крузер, мне больше всех он нравится в крузерах, потому что боец это очень умный, во-первых, очень разноплановый, и он прямо вот подстраивается под соперника. Он может все, он может, как Володя Кличко, на клинчах засушить вообще бой, он может провести бой, будучи агрессором, идти в обмен ударами, может бой провести там на дальней дистанции, на любой. То есть это такой вот универсальный солдат, очень крутой боксер, и всегда приятно на него смотреть, хотя вот и последние бои что-то он сдал, но там говорят травмы, хотя вот чувак больше года, мне кажется, за это время уже можно там, я не знаю, что угодно залечить, я думаю, он очень в хорошей форме выйдет. Дортикос более прямолинейный такой боец, я на старом канале даже его называл роботом, в основном, ну мы знаем, он бьет двойки, такой незамысловатый, в общем, боец. Хитрости в нем довольно мало. Бредис на сегодняшний день номер один по боксереку, а Дортикос номер два по боксереку. Абсолютно справедливо, да, я думаю, вот такой расклад и есть сейчас в Азербейте. Бредис самый сильный, Дортикос вот идет после Бредиса. Ну, теперь подведем уже, собственно говоря, непосредственно под сам прогноз. Я считаю на процентов 90, что победит Бредис. Не могу точно прямо сказать. Или же по очкам этот бой будет происходить, если я не ошибаюсь, в Латвии. Поэтому, если Бредис даже не сможет досрочно победить в этом бою, то победа по очкам ему абсолютно гарантирована у себя дома. Но мне что-то кажется, что Бредис перехитрит вот так же, как Гасси. Вот приблизительно так перехитрит. И, может быть, повалит Дортикоса еще пораньше, чем Гасси. Гасси в 12 раунде повалил. А Дортикос, я думаю, где-то вот в чемпионских раундах вольнет. Ну, если не вольнет, то, во всяком случае, победит по очкам. Потому что у Дортикоса не хватает разнообразия, не хватает, друзья, интеллекта боксерского. Довольно примитивный. Но 10% даю и на то, что Дортикос может попасть хорошо по Бредису и потом просто доработать. Тут дело нехитрое. Почему? Потому что Дортикос нокаутер из 25 боев, он 22 боя закончил досрочно. Это очень высокий процент досрочных побед, друзья. У него правый прямой очень сильный удар, вот если он подловит. Но вряд ли он сможет подловить именно Бредис. Бредис очень хорошо двигается и он очень хорошо знает, изучит он его команда, против кого они выходят в ринг, какие сильные стороны этого бойца, чего стоит остерегаться и как именно себя стоит вести в ринге, как, в общем, там, закручивать и так далее. То есть, но, тем не менее, Дортикос еще и имеет превосходство в антропометрии, как я говорил, 13 сантиметров плюс больший размах руки, рост выше. В общем, вот так, мой прогноз победа Майриса Бредиса и Майрис Бредис возьмет этот кубок и будет самым крутым крузером. Справедливость, наконец-то, восторжествует. Пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу, прав ли я, не прав ли я. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал и всего вам, ребята, самого крутизного в этой жизни.